снова друзья привет продолжаю рейс на балаково время у нас сейчас даже смотрел но где-то в районе 10 вечера и надо заправиться надо заправиться до всех случаев прям полный бак но у коли в принципе ничего ну все как всегда вот кстати знаете что заметил минус один есть вот я не знаю не только на лукойле а вот здесь есть а некоторые заправку а некоторые заправку даже нету мусорки здесь есть приятно именно вот на дизеле когда стоишь на грузовой заправки значит поставим наценку пятерку как всегда просят на кассе так и друзья буду заправляться к заправил всего лишь 78 метров 6 рублей надеюсь дойдет на 6000 почти получилось вот и все друзья заправился я кстати если честно так уже надоела зима эти морозы что хочется хотя бы тепла я просто так устал от этого холода куртки вот эти штаны хочется просто в рейсе поехать на на лифте так шортики сланца я на все я выиграл на арабскую трассу саратов нижний город и вот единственный момент мне нравится вот эти вот стыки у меня впереди получается рессоры а сзади пневму вот сейчас будут вот они вот они со стороны мелкие но когда я по ним проезжаю так как морда же на рессорах трясется просто все вот не то что трясется чуть ли не отваливается сейчас пока более-менее нормально но вот временами и дальше будут такие складки это нереально нереально просто удара происходит в морду расскажите может кто-то ставил на перед пневму как вообще ощущение лучше будет нет я просто думаю может еще пневму поставить а уже к балаково дорогу временами то туман нормальная но сухая самое главное и лед отлично так вообще доехал без сна сейчас по приезду уже приеду лягу спать до десяти утра в десять там все открываются в магазин и персонал как раз будет разгружать меня то есть не грузчики а персонал в магазин я же позвонил сегодня в обед ну вчера поэтому сейчас осталось мне километров 20 и я буду на месте вот опять туман шутся он заставляет нас бояться того чего нет и вероятно не будет никогда это же чистое безумие ты только пойми меня правильно опасность это реальный факт но страх это твой выбор добрался нормально время 6 утра завтра разгрузка у меня 10 и завтра скорее всего пен заезжает пустой потому что груза вообще никого нет только 20 тонн поэтому пустой помчу обратно на входные домой я разгрузился поворот закрыл сейчас машинку поработать минутки две поеду так по поводу груза все 60 тысяч рублей у меня да друзья за это есть не заплатили 60 тысяч рублей конечно не такая сумма высокая но грех жаловаться опять же я поехал меня устраивает дальше с пустой поеду опять же почему потому что груза стоит 3000 рублей тонна еще что то но я даже не буду заморачивать все я просто поеду пустой все смысл смысл подъезжаю к петровску ехали часа полтора-два до дома что хотел бы сказать по поводу рейса уехал я с кузнецком на москву за 28 3 тонны и с москву ехал я на балаков саратовскую область за 60 наличка но в москву я уехал мне деньги перевели уже на момент разгрузки там 28 на расчетный счет дети счет к саре наличка дали с одной стороны это очень мало я соглашусь потому что я ни обратку не взял но опять же уехал потому что нормально уже не было какую-то ерунду за 3000 брать тонну да нафиг надо спокойно приеду поставлю машины на выходной читаю комментарии вот большинство людей пишут вот зачем покупать машину если можно работать на кого-то получать деньги хлопнул дверь и ушел кто-то пишет как несколько лет назад перестал себя работать даже не жалею забыл что такое налоги ремонты там трата на топливо и так далее друзья ну давайте смотрите как я вам объясню опять же для тех людей кто пишет комментарии если вы этого не понимаете вот допустим вы работаете на работе зарабатываете условно 100 тысяч рублей работая на кого-то да вам хватает этого вы делаете работу молодцы но а чья это машина хозяин этой машины до кого вы работаете он же тоже получает доход я не думаю что он ради какого-то ой не хочу я там просто машинку да там содержать он же тоже что-то получает деньги так же приносит прибыль когда есть проблемы там с ремонтом траты и так далее но если ко всему подойти с головой если ко всему подойти с головой то в принципе неплохо получается на своей машине вот для примера для примера у нас сегодня на момент записи этого видео 22 февраля зато праздник но к праздникам а то что так себе праздник ну выходной выходной ладно я еду домой пустой а другие водители только загружаются где-то опять же я ничего не говорю но они бы хотели дом побыть и они этого не могут сделать потому что они работают на человека понимаете кто-то вообще может стоять сейчас все выходные в празднике в каком-то городе там загрузок нет а это работа такая и вот даже сколько раз пока стоял там на машиномонтаже там в заправках люди некоторые там общаемся с людьми там а своя машина я говорю да своя я вот свои там две продал в каких там годах я говорю а что так неприбыльно это дело дружище но ты работаешь на кого у кого такая же машина он также платит налоги так же ее обслуживает тебе зарплата платит и еще себе в семью приносят деньги ну значит наверное проблема в тебе раз ты не смог наверное проблему наверное искать надо с тебя начинать просто здесь ну знаете как люди когда берут машину они зарабатывают условно там сто тысяч рублей но они не откладывают ни на это ни на это опять же можно откладывать ладно у всех разные ситуации бывают жизни но ты с головой подходи ты если заработали заработал сто не надо тратить сто двадцать не надо тратить двести просто у нас у людей чуть-чуть появляется возможность по финансам мы же ее тратим намного больше чем зарабатываем возникает проблема где-то ты запчасть не купил по качеству лучше где-то ты проевт его на машине где-то тут ущемил где-то там и вот из этого и получается что тут там подзабыл все с этой пошла проблема пошли 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 а время идет машина заработать и даже вот если взять газончик да и рама на нем была треснута сделал и были и траты помимо рамы до достаточно их много было но друзья я пытаюсь я стараюсь и вам этого желаю чтобы вы пытались старались все будет у вас хорошо по поводу газона да на нем треснула рама но я не кинул я же не ушел сказал все машины ерунда машина не новая машина не новая машина поддержанная что с ней было там я не знаю но я думаю что не 5 тонн они возили это точно опять же я где-то стараюсь тут сделать да по внешке она может быть не так красиво да но по технике все делаю по мере возможности все делаю заранее чтобы было чтобы она меня на трассе не подвела потому что вы сами знаете что грузовой эвакуатор или ремонт на трассе стоит в разы дороже и я же не бросаю даже если это 3 которую раму я сделал за 20000 даже если сейчас потребуется новую раму поставить друзья я новую раму поставлю я найду деньги я найду все возможности но я сделаю эту раму чтобы не возвращаться на кого-то работать я сделаю все возможно чтобы работать на себя понимаете есть руки есть ноги пожалуйста дерзайте в любой сфере действуйте мы живем один раз один раз мы живем это очень мало вот время меня уже 26 лет представляете насколько время пролетело вот было только 20 а мне уже 26 а кто-то в 50 этого не понимает друзья вам говорю просто вот старайтесь делайте все возможное что у вас их силы делать невозможного не бывает полетит рама я новую сделаю займу перезайму что угодно придумаю но я сделаю эту раму я не брошу эту машину сделаю раму потом займусь внешкой техничкой и так далее а другого пути нету вот представьте что все вот все другого пути у вас нету в любой сфере которые вы находили все другого у вас пути нет цель такую поставьте себе и я уверен вы достигнете очень многого а эти комментарии то что пишут пишут некоторые что вот мало там я там там друзья я смотрите катаюсь в одном направлении это пенза москва москва самара и ну саратов максимум там уфа я не езжу куда-то там не покоряю горы я вот дома я сегодня уехал завтра я дома завтра уеду завтра я дома я в неделе катаюсь только там 4 дня условно 4 дня мой рабочий день 4 дня в неделю так же друзья надо писать вот эти вот комментарии даже элементарно вот сейчас дословно не помню но примерно типа кому эта машина будет нужна там условно через 30 лет дружище ну а ты сам ты кому будешь нужен через 30 лет вот ты сам кому будешь нужен так же машины есть машины которые и 20-30 лет лучше выглядят чем у которых год машина достояние наследить и все все будет нормально поэтому друзья не надо писать комментарии вот эти вот особенно люди которые озлоблены там на весь мир начинают там что-то предъявлять хреновые машины хреновые ставки хреновое то ну работаем же как-то работаем устраивают же устраивают ну а что жался дома сидеть ну не хочу дома сидеть хочу работать надо будет я и за 30 тысяч поеду это мое дело я вот уверен друзья даже если допустим вот с пензы с пензы уезжать на москву за тридцатку вы говорите что это мало я уверен что будет ставка 40 или 50 и вам это будет мало даже ставки восстановится все равно это будет мало на этом я видео закончу впереди выходные поэтому друзья спасибо что смотрели до конца напишите свое мнение можно где-то не прав порассуждаем ну а я хочу вам пожелать всего хорошего так на это видео видимо сейчас и не закончится сейчас еще позвонил на мойку грузовую записался на 4 время как раз половина четвертого и там может минут 10-15 подожду зато машинку помоют после рейса в понедельник как я поеду с кайфом на чистенькой машинке она грязная она чистая и для того же мылся по-моему перед новым годом помылить здесь хорошо мне нравится и самое главное что рядом с домом поэтому друзья сейчас машину помоем это вот вся грязная и пока моют на дружи я еще внутри все протру я там тряпочки опа-опа тряпочки там есть у меня открою там и в так нам а нам вам так Субтитры сделал DimaTorzok Да, друзья, помыли, конечно, с горя пополам Сначала мойщик помыл, потом я ходил, блядь, я не знаю, как собаку Здесь помою, здесь помою, блядь, мне самому уже неловко стало Ну ладно, парень работает, блядь, что ж теперь, ну, неприятно Потому что до этого приезжал, было нормально, а сейчас просто, блядь Эта мойка даже трудно назвать Так, ополоснули водой, сейчас уверен, сейчас высохнет машину Разводов останется, я не знаю, как после рейса Так в салоне прибрался, сколько возможно было